Новый генеральный директор англо-американ. Я не стеснительный человек. Вдумчивый не значит стеснительный. The Sunday Times, Оливер Шах, 31 марта 2024 года. Вечеринки по случаю ухода на пенсию Марка Кутифани, состоявшиеся в Музее естественной истории в Лондоне и роскошном винодельческом поместье Вергелия Ген в ЮАР, сопровождались шутками о том, как он откланивается, как раз в тот момент, когда его дела складываются очень хорошо. Бум производства сырьевых товаров после окончания пандемии коронавируса, усугубленный событиями 2022 года, привел к тому, что финансовое оздоровление, входящий в рейтинг FTSE 100 крупнейшей горнодобывающей компании Англо-Американ под руководством доброводушного австралийца, открыло для нее великолепные перспективы. 57-летний Дункан Ван Блат, сменивший на своем посту Кутифани в апреле 2022 года, все еще может продолжать посмеиваться, хотя резкий обвал цен на два ключевых сырьевых товара Англо, наступивший с тех пор, это алмазы и металлоплатиновые группы, используемые в каталитических нейтрализаторах, вернул компанию в кризисное состояние. Как раз вовремя заметил Ван Блат о своем занятии в высшей должности в компании, печально усмехаясь. Я очень долго проработал в этой отрасли. Это не первое мое испытание с точки зрения сырьевых циклов. Они приходят и уходят. Некоторые из них действительно приводят к глубокому спаду в отрасли и вызывают негативные последствия. Другие приходят и уходят довольно быстро. Если бы я мог выбирать, когда занять эту конкретную должность, то, вероятно, это была бы не верхняя точка подъема, которая вот-вот сменится спадом. Но это бывает в горнодобывающей промышленности и всегда будет в ней происходить. Рыночная капитализация Англа сократилась почти вдвое, до 26 миллиардов фунтов стерлингов, что породило слухи о том, что компания может стать жертвой активного акционера, такого как фонд Эллиот, или попытки раздела ее активов со стороны конкурентов. Ван Блатт отчасти стал жертвой макроэкономических обстоятельств, но некоторые из своих проблем он создал себе сам. Он снизил прогноз на выше в ходе его нескольких отдельных обновлений, заставив акционеру задуматься, когда же, наконец, худшее останется позади. Последнее снижение прогноза цены акций, о котором сообщалось в декабрьском заявлении компании, содержащем эвфемистические обещания повысить акционерную стоимость, привело к тому, что акции компании упали почти на 20% за один день. Большим разочарованием стало резкое сокращение объемов производства меди. Аналитики Bank of America заявили, что такая неприятная ситуация заставила Англа заниматься тяжелой борьбой за восстановление доверия. «Я могу понять беспокойство, которое это вызвало», заметил Ван Блад. Он объяснил, что потребовалось некоторое время, чтобы разобраться в бедах Англа и установить что-то, что выглядело как целая куча относительно своеобразных проблем, которые влияли на весь бизнес компании, имело общую первопричину. По словам Ван Блада, акционеры высказали широкий спектр предложений и эмоций после декабрьского предостережения компании. «Возможно, это еще один эвфемизм. Я не испытываю особого давления извне», добавил он. «Я, безусловно, ощущаю давление, которое оказываю на себя сам. Вообще, я нетерпеливый человек». Компания Англа, основанная в 1917 году сэром Эрнестом Оппенгеймером, является одной из самых сложных по своей структуре и диверсифицированных в мировой горнодобывающей отрасли. Название связано с тем, что первоначальное финансирование поступило как от Сити, так и от американского банка Дж.П.Морган. В прошлом году, именно в порядке значимости сырьевых товаров для ее доходов, компания добыла 60 миллионов тонн железной руды, которые достаточно для производства стали, необходимы для выпуска 300 тысяч ветряных турбин, 850 тысяч тонн меди, которая может использоваться при производстве 12 миллионов электромобилей, 3,9 миллионов унцы металлов платиновой группы, которых достаточно для очистки выхлопных газов 20 миллионов автомобилей, а также 30 миллионов каратов необработанных алмазов, которые после огранки можно использовать для производства 30 миллионов обручальных колец с камнями величиной 0,7 карата. Рассматривая эти добываемые сырьевые товары, Ван Блатт не в восторге от идеи, что мы, похоже, действительно достигаем вершин циклов с большим трудом, а на вершинах циклов у нас фантастические результаты. Чего я действительно не хочу, так это того, что на следующей неделе мне снова придется проводить какие-то серьезные изменения в нашем бизнесе. Поэтому он распорядился провести тщательный анализ империи Англа, которая включает как алмазную компанию The Beers, так и капиталоемкий полиголитовый рудник Wood Smith, расположенный в недрах северного Йорксшера. Ван Блатт заявил, что священных коров не будет, хотя он также заметил, что не собирается принимать никаких глупых решений. Он признал, что произошли структурные сдвиги на рынках алмазов, где выращенные в лабораторных условиях искусственные камни угрожают подорвать цены на натуральные камни, а также на рынках металлов платиновой группы, где возможное прекращение производства двигателей внутреннего сгорания может привести к постоянному снижению спроса на вышеуказанные металлы.